Итоги уходящего вторника Автомобиль против пешехода Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП Что случилось? И людей спасать, и по дому помогать В стране проходит молодежная акция от МЧС В чем суть? А также новый вид паспорта Поставки тракторов и последнее тепло Какие сюрпризы приготовила погода? Всем, кто желает стать полноправным хозяином надежной машины Судебные эксперты напоминают Покупка БУ автомобиля всегда связана с риском Самая популярная уловка Изменение ВИН номера авто Как не стать героем темной истории Смотрите прямо сейчас Мечта многих мужчин Собственный автомобиль И казалось бы, что здесь сложного? Приехал, посмотрел и купил Однако у Вадима Грязнева, майора юстиции Старшего эксперта Бобруйского Межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси На этот счет другое мнение Эксперт резюмирует В последние годы на вторичном авторынке Довольно часто встречаются машины с перебитыми кузовными номерами За примером далеко ходить не надо В прошлом году Бобруйчанин приобрел транспортное средство И сразу отправился ставить на учет железного коня У сотрудников возникли обоснованные сомнения в поле И на СТВ номер автомобиля И данный автомобиль был направлен на исследование Государственный комитет судебных экспертиз В ходе проведения данного исследования Сотрудники Госкомитета подтвердили Сомнения сотрудников Морева Было установлено, что номер данного автомобиля Подвергался изменению путем удаления фрагмента панели И установки на его место Фрагмента панели со знаками вторичной маркировки Также стоит знать Автовладелец и сам может обратиться В Государственный комитет судебных экспертиз Для проверки своей машины Составляется договор, согласуется перечень вопросов И максимум через 7 дней Хозяину будет выдано заключение Обратился к нам гражданин Решил продать данный автомобиль Однако при сверке номерных узлов и агрегатов Данного транспортного средства В МРЭО ГАИ возникли сложности Например, в данном автомобиле Вин номер расположен непосредственно под колесом автомобиля И в ходе эксплуатации Ввиду воздействия реагентов Он был полностью уничтожен коррозией Продать авто мужчине не удалось Но это пока Старший эксперт с уверенностью говорит Мы поможем докопаться до истины Эксперты вооружены по последнему слову техники Противоударный планшет проверяет электронную систему автомобиля Аппарат регула для неразрушающего Быстрого эффективного исследования поверхности металла И проверки подлинности номера кузова автомобиля С помощью специальной ленты снимается информация С поверхности номерной площадки, где расположен ВИН После специальной компьютерной программы Считывает информацию и на экране эксперт видит Изменялись цифры или нет Заводские таблички тоже служат для идентификации транспортного средства С помощью них можно узнать массу автомобиля Страну производителя и другие технические характеристики Также важно знать Если вы столкнетесь с криминальным авто То рискуете лишиться транспортного средства Так как оно может оказаться угнанным И как раз для предотвращения таких неудач Сотрудники Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси Помогут вам проверить подлинность номера кузова Восстановить нечитаемый ВИН Иными словами провести независимую экспертизу Идентификационных номеров Обращаться по адресу улица Максима Горького 1 Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360 74 320 пациентов У которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 Уже выздоровели и выписаны В стране зарегистрировано 78 260 случаев заражения коронавирусом Всего специалисты провели свыше 1 840 000 тестов Такие данные приводит Минздрав На седьмом форуме регионов Беларуси и России Обсудили вопрос о работе Москвы и Минска Над снятием ограничений для поезда граждан двух стран Процесс напрямую связан со стабилизацией ситуации с COVID-19 Об этом на пленарном заседании сообщил зампредседателя Правительства Российской Федерации Алексей Аверчук Сейчас возобновляется авиасообщение из Москвы в Минск Лайнер «Белави» отправится в российскую столицу 30 сентября Помочь по дому испечь блины Учащиеся Горбацевичской средней школы Вместе с работниками Бобруйского гороотдела По чрезвычайным ситуациям Приехали в Побокович в гости К ветерану пожарной службы Алексею Гойшуну Ребята и спасатели провели с ветераном несколько часов За это время успели помыть окна и полы Сгрести сухую траву и сложить дрова А еще пообщались и поделились жизненным опытом Алексей Федорович рассказал о работе в пожарной службе А школьники поделились знаниями в области безопасности жизнедеятельности Акция «Молодежь за безопасность» проходит в Беларуси с 21 сентября по 16 октября Юные огнеборцы оказывают посильную помощь нуждающимся В первую очередь пожилым людям Стали очистым происшествия, бьетесь над решением наболезшей проблемой Есть эксклюзив Корреспонденты Бомбруськ-360 Готово выходное место событий прямо сейчас Телефон горячей линии на ваших экранах Акция «Чистый лес» Посадки тракторов в Омскую область И новые разработки Международная выставка «Белагра» открылась в Минске Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Международная выставка «Белагра» открылась в Минске Участие в ней примут 360 компаний 30 из них представят продукцию зарубежных производителей из 13 стран Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Италия, Китай, Индерландов, Польша, Россия, Франции, Швейцарии, Швеции Национальная академия наук Беларуси покажет на форуме почти 240 новых разработок и технологий Мероприятие продлится по 4 октября С 1 января 2021 изменится вид паспорта гражданина Беларуси Сейчас разработаны биометрические документы, удостоверяющие личность В виде пластиковой смарт-карты с интегральной микросхемой В первую очередь она будет являться подтверждением наличия белорусского гражданства Выдавать их планируют по желанию граждан либо законных представителей несовершеннолетних С момента рождения и до 14 лет сроком действия на 5, а после 14 на 10 лет Продукцию более чем на 17 миллиардов рублей произвели предприятия машиностроения в 2019 В приоритете производство инновационной пассажирской техники Например, выпуск электробусов увеличили почти в 4,5 раза За год произвели более 2 миллионов микроволновых печей и плит Около 70 тысяч велосипедов, что позволяет полностью удовлетворить внутренний спрос МТЗ поставит 120 единиц техники в Омскую область 30 в этом году, еще 90 в первом квартале 2021 Подпись под соглашением сегодня поставил губернатор Александр Бурков И генеральный директор белорусского машиностроительного гиганта Минский тракторный завод – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в мире На производстве работают более 17 тысяч человек Продукция представлена на рынках более чем 60 государств Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 17 октября Компания по наведению порядка будет приурочена к году Малой Родины В течение дня волонтеры смогут помочь лесхозам устранить несанкционированные свалки, строительных и бытовых отходов Особое внимание будет уделено местам массового отдыха, благоустройству памятных объектов Наиболее активным участникам будут вручены сувениры Госавтоинспекция ищет очевидцев ДТП Инцидент случился 21 сентября Все произошло в 21.30 на перекрестке Минска и Советской ДТП случилось с участием пешехода и неизвестного автомобиля Гражданам, которым известно обстоятельство происшествия Просьба позвонить по телефону, который вы видите на экранах Заботой о покупателях в Бобруйске в октябре дополнительно будет организована ярмарка «Золотая осень» 4, 11, 18, 25 числа торговые ряды продолжат свою работу по улице Горького, проезжая часть возле дома номер 41 График работы с 9 до 15 часов Напомним, горожане на фестивале даров осени могут приобрести помидоры, огурцы, мясо, рыбу и мед нового урожая Найдут и саженцы, свежая кара, поищу орехи и сочная кукуруза Вторник выдался по-осеннему комфортным Жители города наслаждались последними лучами солнца Обошлось без дождей Воздух прогрелся до плюс 20 Надолго ли тренд? Анастасия Пахлёстова Последний день сентября будет облачным с прояснениями Пройдут небольшие дожди В отдельных районах возможны грозы Ночью и утром сгустится слабый туман Подует умеренный ветер с востока и северо-востока Ночью столбок термометра покажет плюс 13 Днем воздух потеплеет до плюс 19 30 сентября в Бобруйске выдалось самым холодным в 1966 году Тогда воздух остыл до минус 3 Самым жарким этот день был в 1988 Тогда воздух прогрелся до плюс 25 градусов В Калифорнии продолжают бороться с лесными пожарами Пламя все еще покрывает площадь в 4500 гектаров Загорел ряд поселений Огонь уничтожил ресторан с тремя звездами Мишлен С начала природного катаклизма эвакуировали более 53 тысяч человек Процесс спасения природы и людей продолжается Тем временем смог от огненной стихии застилает все небо желтой дымкой Новую Зеландию накрыл мощный шторм Удар пришелся по южной части государства Циклон принес собой сильный ветер и снег В Квинстауне призвали водителей проявлять повышенную бдительность на дорогах Отменены десятки авиарейсов Завтра в Бобруйске будет солнечно Лишь изредка неба затянут облака По прогнозам синоптиков дождей не ожидается С высока падает ветер с порывами до 13 метров в секунду Днем потеплеет до плюс 18 Ночью похолодает до плюс 12 градусов Анастасия Пахлестова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Следите за новостями в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин